Двое последних задержанных в Крыму действительно Глеб Шабли и Алексей Стагни, утверждают специалисты Центра глобалистики «Стратегия-21». Напомним, ФСБ задержало их по так называемому делу украинских диверсантов. Оба их задержанных совпадает год рождения, 75-й. Оба закончили Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова в 1997 году. Никаких других связей Шаблия и Стагния друг с другом найти не удалось. Они не могут являться группой, как утверждает ФСБ. Украинские эксперты уверены, что российские спецслужбы в Крыму выбирают кандидатов на арест случайным образом из архивных документов. По данным Центра, Глеб Шабли – близкий родственник украинского контр-адмирала Владимира Колпакова. «Возможно, он и является основной целью ФСБ», – подчеркнул Павел Лакичук. Алексей Стагни известен по службе на флагмане украинских ВМС «Фрегате Гетман-Сагайдачный». Алексей – племянник известного в Севастополе историка, который исследовал период Второй мировой войны в Севастополе Дмитрия Стагния, который никогда не прятал свой интерес к истории Черноморского флота и современности Черноморского флота России, – добавил представитель Центра глобалистики. Эксперты подчеркнули многочисленные факты нарушений прав человека в сфере уголовного судопроизводства, в частности, право на презумпцию невиновности. «Фрагменты видеозаписи, допросов фигурантов уголовного дела и следственных действий, которые проводились, естественно, в рамках данного уголовного производства, с завидной регулярностью демонстрируются на коммерческих и государственных каналах Российской Федерации. Причем демонстрация этих видеоматериалов сопровождается откровенными, обширными комментариями, из которых следует, что те, кто осуществляет такого рода комментарии, они однозначно объявляют так называемых украинских диверсантов виновными в совершении преступления, в том числе и тяжкого характера». С позиции прецедентной практики Европейского суда по правам человека утверждают юристы, такого рода факты рассматриваются как нарушение права каждого человека на презумпцию невиновности. Обратили внимание и на выложенный в интернет видеодопросов так называемых диверсантов. «Вообще можно предположить, что в данном случае речь идет о допросе, потому что все видеоматериалы, которые сброшены, скажем так, в интернет, они носят фрагментарный характер. Я думаю, это очевидно. И нам неизвестен ни состав участников так называемого допроса, более того, нам неизвестен в качестве кого, неизвестно в качестве кого были допрошены фигуранты уголовного производства в качестве подозреваемого или обвиняемого». В ходе допросов так называемых украинских диверсантов задаются наводящие вопросы, подчеркивают юристы, которые по существу уже содержат ответы, констатирующие не только их службу в Гурме на обороне Украины, но и обстоятельства ее прохождения. Таким образом, ФСБ нарушает законодательство Российской Федерации, а именно статью 189 УПК, которая определяет порядок допроса. Законодательство Российской Федерации в категорической форме запрещает постановку перед допрашиваемым наводящих вопросов в какой-либо форме, подчеркивают юристы. Кроме того, на видео допросов не видно никого из присутствующих, кроме лица допрашиваемого, не говоря уже о защите. «Даже те защитники, которые есть по приглашению, им всячески препятствуют, начиная с того, что просто от них прячут подзащитных, как это было в деле и Евгения Апанова, так это было и в деле, как минимум, Владимира Дудки, когда их прятали и катали по ИВС. И это грубейшее нарушение, что мешает защитнику осуществлять права. Третий момент. Если все-таки защитник по приглашению входит в это дело, то практически сразу с него пытаются взять подписку о неразглашении». Правозащитники подчеркнули, что намерены обращаться в международные структуры, чтобы задержанные оказались на свободе и как минимум прекратились пытки, давление на заключенных.